физкульт привет друзья и ученики это вторая часть ролика и обязательно посмотрите первую часть обязательно оставлю ссылку в описании к ролику следующий вопрос который возникает чаще всего и вызывает множество споров и разногласий это боль и можно ли при ней выполнять упражнения большинство врачей конечно же запретят вам упражняться при острых болях но здесь снова нужно внести пояснение продолжать работать на результат в приседаниях и тягах естественно будет глупо и неграмотно но это не значит что вам придется отказаться совсем от привычных упражнений мой личный опыт и опыт многих других людей показывает что отказаться необходимо от упражнений в наклоне когда спина будет находиться статическом напряжении таких как штанга в наклоне тяга к примеру но приседать и делать становую можно и нужно если вы делали это уже на протяжении многих лет снизить конечно рабочие веса практически до 40 50 килограмм а то и меньше зависимости от ваших привычных рабочих весов а то и в офисе работать с пустым грифом или бодибаром на время обострения можно отказаться от приседаний и тяг вовсе на какое-то время но вот специальную гимнастику экстензии и гиперэкстензии необходимо делать постоянно в момент боли также единственное на что следует обратить внимание это на зону боли и работать в той амплитуде при которой боль не усиливается а сохраняется неизменной но работать если ждать когда боль пройдет сидя на пятой точке то это может приводить и обязательно приведет к серьезным последствиям только движение может помочь вам что и подтверждается практикой и более подробно и об этом рассказываю в первой части послушайте обязательно подходить ко всему необходимо грамотно не бросаясь в омут с головой тогда и выздоровление будет проходить быстрее да и саму ситуацию можно избежать это уже пятая моя работа из цикла межпозвонковых грыж и протрузий надеюсь она также будет полезна для вас впереди еще много полезной информации о позвоночнике ягодичных мышцах так называемых триггерных точках и как это все связано с грыжами и протрузиями и болями в позвоночнике во всех его трех отделах будьте здоровы друзья тренируйтесь грамотно питайтесь восстанавливайтесь и будет вам счастье и здоровье а мы с вами как всегда увидимся в тренажерном за не пропустите я уже выпустил ролики и статьи с нормативами с тестами когда переходить с уровня новичка среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации отдельно статьи и видео для парней отдельно статья и видео для девушек обязательно изучите их проверьте свои знания проверьте свои силы чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше чтобы вы не скатывались назад не топтались на месте только развивались только двигались вперед сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок на каждую новую неделю я выкладываю тренинг как раз таки рассчитаны на циклирование периодизацию на все типы мышечных волок и тебе не нужно тратить время просто заходишь в начале недели открываешь график и на следующую неделю тебя полностью целиком расписан тренинг тренировки по дням по упражнениям по количеству подходов повторений и все что с этим связано заплатить за группу нужно за вступление в группы но ты платишь всего один раз в группе нас уже 140 человек нет ни одного недовольного так что делай свой выбор если есть время и желание развиваться изучать все это то все есть на моем сайте если нет то просто вступай в мою закрытую группу увидимся друзья как всегда в тренажерном зале не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями всем пока сухой мышечной массы и силы без травм а Продолжение следует...